Принудительная подача воздуха в двигателе внутреннего сгорания позволяет повысить его мощность. Процесс подачи газа под давлением в двигатель называют наддувом. Сжатие воздуха и его подача в двигатель обеспечивается компрессором. Чтобы компрессор работал, нужно вращать его вал. Причём частота вращения должна быть высокой – десятки тысяч оборотов в минуту. В двигателях с турбонаддувом для этого используется турбина, рабочее колесо которой приводится во вращение потоком выхлопных газов. Подробнее о работе турбонаддува мы рассказали в одном из предыдущих видео. Для вращения турбины нужен мощный поток выхлопных газов, но при старте этот поток слишком слаб. Этот факт объясняет один из главных недостатков турбонаддува – турбояму. При недостаточном потоке выхлопных газов турбина не может вращать вал компрессора с высокой скоростью. Значит, и компрессор не может обеспечить нужного давления. К тому же патрубки и рабочие колеса машин создают дополнительное сопротивление движению потоков газов. Сопротивление есть, а эффекта от работы устройств нет. В этом режиме характеристики двигателя с турбонаддувом могут оказаться хуже характеристик двигателя без наддува. Конечно, за счёт работы на других режимах турбонаддув может наверстать упущенное. Но, возможно, есть способ избавиться от турбоямы. Один из вариантов использования электродвигателя. Можно избавиться от турбины, используя электропривод для вращения вала компрессора. Сопротивление выхлопной линии уменьшится, а наддув останется. Электродвигатель вращает вал компрессора с установленным на нём рабочим колесом. Лопатки, расположенные на колесе, воздействуют на частицы воздуха, разгоняя их. Разогнанные частицы движутся к периферии, попадая в спиральный отвод, где часть скоростного напора преобразуется в давление. Сжатый компрессором воздух через интеркулер направляется во впускной коллектор двигателя. Если вы хотите узнать, для чего нужен интеркулер, посмотрите видео на нашем канале. Частоту вращения вала электродвигателя относительно просто регулировать. Значит, можно обеспечить максимально эффективное управление и экономичную работу электронаддува. К сожалению, эта схема также не лишена недостатков. Во-первых, необходимость вращения вала компрессора с высокой частотой. Не каждый электродвигатель способен выдержать такой режим работы. Во-вторых, необходимость питания двигателя от генератора или аккумулятора. Для вращения вала компрессора с высокой частотой потребуется мощный электродвигатель. Для его питания нужно будет значительно увеличивать мощность генератора и аккумуляторных батарей. На сегодняшний день более эффективным выглядит сочетание электро- и турбонаддува. Добавим в систему турбонаддува дополнительный электродвигатель. На старте электродвигатель вращает вал компрессора, избавляя систему наддува от турбоямы. Когда мощный поток выхлопных газов сформирован, в работу включается турбина, обеспечивая экономию электроэнергии. Избыточную энергию на турбине можно также использовать, если установить в систему электродвигатель, способный работать в режиме генератора. Эта схема достаточно сложна, а стоимость входящих в неё устройств велика, поэтому её применяют на спортивных гоночных автомобилях, где влияние турбоямы на работу ДВС может определять исход гонки. Продолжение следует... Продолжение следует...